Трудная игра была. Вообще все игры трудные. Не имеет значения. Дома играешь, на везде играешь. Команды все борются. Трудно. Приходится забрать три очка. В принципе, сегодня целую игру моментов у хозяев, можно сказать, что вообще не было. У нас были какие-то моменты еще. Могли уже игру закончить. Но, к сожалению, те моменты, которые у нас были, не использовали. Но я хочу сказать браво большое моим футболистам, потому что, если учитывая то, что целый день, как мы сюда прилетели, молодцы ребята, потому что должны были вылететь утром, вечером должны были здесь. Но, к сожалению, проблемы были с самолетом. Мы сюда прилетели сегодня утром в 7 часов. Целые 6 часов в аэропорту просидели в Москве. Поэтому молодцы ребята. Нелегко было в конце. Но это нелегко, потому что, когда у ДАЭС есть возможность забить второй гол и уже закончить игру, мы не забыли. И потом в конце. Но самое главное, что еще одна трудная игра. Три очка забрали. И сейчас уже смотрим следующую игру у нас дома. Задача возвращения в «Премьер-Дил» стоит у вас? Конечно, стоит. Команда хочет вернуться назад. Потому что в прошлом году, я бы сказал, плей-офф вылетело. Многие не ждали. И, конечно, весь город, вся команда, вся правительство команды хочет, чтобы эта команда тоже добыла с этого результата. Ну, конечно, были очень много изменений. Надо какое-то время, но мы очень многое потеряли. Поэтому для нас каждая игра сейчас уже как финальная игра. Так что мы будем стараться, каждую игру уже выходить на три очка. Как я сказал, уже много игр проиграли. Когда команда хочет ввести «Премьер-Лигу» из шестых игр, не должен проигрывать три игры. К сожалению, мы проиграли. Но еще целый сезон впереди. И мы будем стараться, чтобы вот эти потерянные очки как-то конференцировать. Так что еще все, весь чемпионат впереди. Мы только шестых играли. Ну, есть ребята, которые сейчас подтягиваются в команде. Они тоже очень много не играли. С нами не были сначала, пришли потом в конце подготовительный период. Так что им тоже надо время. Но я думаю, что в будущем, надеюсь, что еще лучше будем играть. И так до последней минуты не будем мучиться, чтобы выиграть игру. Вы играли в чемпионшипе. Можете сравнить фанелы и чемпионшип? Я бы сказал, что это ничем не уступает чемпионшип. Просто у чемпионшипа больше рекламы, больше заинтересованные люди. Я думаю, это. И больше рекламировать. Я думаю, что здесь, в этой лиге, очень трудно. Притом, если ты очень хорошо тоже, если не знаешь, то здесь можно и большие сюрпризы, сюрпризы. Здесь не играют, кто набрал хороших футболистов, где все очень хорошо, организованно играют. Физическая подготовка у всех, у всех команд очень хорошая. Так что очень трудно. Это мы уже на себе проверили, потому что там игры, когда... Вообще-то мы и потеряли игры, которые мы должны были выигрывать. Но, к сожалению, допустили какие-то ошибки в обороне и пропустили голы. Так что сейчас уже это прошлое. Нам не надо думать о прошлом, нам надо думать о будущем. Надеюсь, что сейчас в следующей игре лучше сыграем и завоеваем троячка. Тимоль, согласны с тем, что ваши замены положительно сказались на игре Оренбурга, и ваши команды сумеют отодвинуть его от своих пород после перестановки? Да, эти ребята, которые вошли в замену, они, в принципе, некоторые, как я сказал, в конце подготовительного сезона пришли. Они еще игры не играли, им надо время. Но они помогли, даже могли отличиться. Я очень доволен Куликом, я очень доволен. Черкин тоже хорошо, это как его... Ну, конечно, Бегич тоже помог. Я думаю, что он тоже очень хорошая сила в нашей защите и в будущем еще хорошо себя покажет. Ну, чего мы хотели добиться, мы добились. Это самое главное. Вышел, он играет и правого защитника, и центрального защитника. Так что он свое дело сделал. Ну, в принципе, мы знали, что в последние минуты вот такие навалы пойдут, высокие мячи. И он там два-три раза выиграл. Так что, чего мы хотели, мы этого добились. Я рад, что он уже первую игру сыглал за команду. Я надеюсь, что он в будущем хороший, это как его, хороший игрок для команды. И еще у него будет очень много показать нам. Так что я очень доволен. Не то, что я Бегичом доволен, и Захов там вошел, и Кулик, и Черкин. Вот эти ребята, которые в конце пришли, они потихонечку уже входят в команду. Они еще не готовы играть сначала. Ну, конечно, были моменты, которые мы недовольны. Но это уже мы сами разберем, посмотрим, и надо, будем исправлять. Еще вопросы есть? Спасибо большое. Спасибо.